Ордена, Вознесенные к Небу Ордена, Вознесенные к Небу идет работа над уникальными витражами с изображением военных наград для Главного Храма Вооруженных Сил РФ. История России неразрывно связана с традициями возведения храмов, даже масштабных православных архитектурных ансамблей, которые призваны сохранять память о защитниках Отечества и передавать ее из поколения в поколение. Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации, который строится в подмосковной кубинке на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВСРФ «Патриот», будет символизировать духовность российского воинства, поднимающего меч только ради борьбы за правое дело. Это истинно народный храм-памятник, который строится на добровольные пожертвования к 75-летию Великой Победы. И элементы внутреннего и внешнего убранства собора так или иначе выдержаны в единой, победной стилистике. Практически каждая его деталь призвана отражать основные символы Победы 1945 года. Например, диаметр центрального барабана 19,45 метра – год окончания войны. Высота звонницы 75 метров – это годовщина Победы, которой планируется возвести собор. Высота малых куполов – 14,18 метра. Ровно столько дней продолжалась война. Сейчас в мастерских Академии акварелей и изящных искусств полным ходом идет работа над созданием витражей с изображением российских и советских военных наград. Как рассказал ректор Академии Сергей Николаевич Андреяко, на витражах их будет 40. И, конечно же, главный среди них Орден Победы. Уникальность этой работы в первую очередь в масштабе. Ведь общая площадь витражей порядка полутора тысяч квадратных метров. И сроки их изготовления сверхолимпийские. Надо отметить, что мастерские Академии многофункциональны, здесь можно выполнять самые сложные заказы. Все оборудовано для работы с витражом в технике Тифани, фьюзинга и росписи по стеклу, есть большой выбор материалов, первоклассных инструментов и станков, используются современные специальные печи. Это чрезвычайно важно при изготовлении витражей для храма. Ведь здесь используется одновременно несколько видов художественной техники. В основе работы фьюзинговое спекание стекла, оно же применяется при росписи стекол специальными, тоже стеклянными витражными красками. При изготовлении трудных в исполнении ажурных элементов применяется гидроабразивная резка стекла. И потом все элементы собираются воедино в технике Тифани. По словам ректора Академии Сергея Андреяки, чем больше видов техники используется, тем ярче, красочнее играют витражи, когда, например, через них проходит свет. Кстати, крепление витражей будет чрезвычайно надежным. Для того чтобы исключить любые варианты возможного разрушения, они будут словно бы упакованы и размещены в подобие стеклопакетов. Интересно, что нынешний проект открыл для витражной техники много нового в ходе самих работ. Руководитель фьюзинговых мастерских Евгения Лебедева, объясняя особенности изготовления в витражном стекле Ордена Победы, объяснила секрет будущего сияния камней, которые используются в обрамлении Орденской звезды. Для этого применена в том числе специальная наколка стекла. Оно режется на полоски, крошечные кубики. Кстати, эффект неба над Кремлем в изображении Ордена создается с помощью специальной стеклянной крошки. Евгения рассказала, что в готовом витраже не менее пяти слоев стекла. Для большего эффекта уже готовые витражные изображения покрываются при необходимости и красками. Стекло, конечно, не бумага, не холст, так рисовать очень сложно. Губкой накладывается общий тон, кстати, при запекании первоначальный цвет краски будет другим, и прозрачным. Стекло словно бы набивается ей. А потом лишнее с ювелирной точностью убирается с помощью тонкой иглы, рассказала мастер по росписи витражного стекла Елизавета Андреяка. При создании витражей чрезвычайно важен температурный режим спекания стекол при фьюзинге после нанесения красок. Один требует 700-800 градусов, другой только 600. А ведь в каждом витраже до пяти слоев стекла. И нужно, чтобы равномерно прогрелись все, от верхнего до нижнего, чтобы стекло на молекулярном уровне спеклось и не испытывало стресса, говоря языком специалистов. И в такой работе требуется терпение и терпение. Ведь чтобы изготовить один витраж с орденом, надо провести не менее 20 операций. И везде важна ювелирная точность. Ошибка в одной операции повлечет другие. Сложно работать везде. Ведь многие элементы нарезаются вручную. Скажем, те же лавровые и дубовые листья на Ордене Победы. В витражах стекло, конечно, главное. Для такой огромной площади стекла потребовалось столько, что пришлось закупать его в немыслимых доселе масштабах. А оно не простое. У витражного стекла должна быть своеобразная неровная поверхность, которая особым образом преломляет свет. Найти такую удалось в Италии и Китае. Храм военный. И его стилистика выдержана в основном в зеленых тонах защитной формы, напомнил Лев Левшиц, художник по декоративно-прикладному искусству Академии. Поэтому и у нас в витражном, стеклянном оформлении много зеленого, но Ордена выполнены в самой разнообразной гамме. Здесь есть и красная эмали, и золото, так что в поддержку зеленого мы используем все цвета. Интересно, что соединение всех цветов будет на расстоянии 20 метров неразличимо, а сверху будет давать эффект перламутрового свечения. Мы подбираем разные методы работы со стеклом так, чтобы на большой высоте свет играл, проходя через стекла, по-разному преломлялся через фактуру. В солнечные дни, когда солнце будет напрямик проходить через витражи, Ордена будут цветной матрицей читаться на полу и стенах, а во время церковных служб дым от кадил будет попадать в столпы света, и они тоже будут окрашены, уточнил мастер. Точка если о создании уникальных витражей с военными наградами нашей страны сказать коротко, то это настоящий прорыв в витражном искусстве. И с точки зрения сроков выполнения задания, и в творческой составляющей. И, что не менее важно, это бесценный опыт для мастеров на будущее. Ирина Павлюдкина, Красная Звезда